Со снегоуборочной техникой в Вовожи мы встретились сразу же. И чистила она в этот момент далеко не центральные улицы села. Деревенские автолюбители, как оказалось, на заснеженные дороги не жалуются. Ну, вроде мне кажется, нормально сегодня. Хорошо чистят вроде. Застревали, нигде проехали? Нет, пока нет, нигде не застревало. Ну, раз садись, по-любому не смогут. А так стараются, стараются. Плохо я ничего не могу сказать. Очистить разом все дороги действительно невозможно. Например, у этого подрядчика, он в числе других выиграл конкурс на зимнее содержание дорог, три единицы техники. Причем одна вот-вот выйдет после ремонта. Готовят снегоуборочные трактора всегда задолго до зимнего сезона. Утверждают, убирать снег таким количеством машин успевают. Всегда успевали, прошлую зиму успевали. Я прошлую зиму тоже работал. И по деревням везде все успевали. Как бы никто нигде не буксовал, ничего. В Овожской администрации отчитывается. Деньги на зимнее содержание дорог в местный бюджет закладывают сразу во время его формирования. Получается, что сегодня уже готовят документы на подпись на следующую зиму. Дорожный фонд распределен по поселениям. Так что деревни вниманием не обделены. Но приоритеты все-таки есть. В первую очередь стараемся сразу, мы договариваемся уже, чтобы сразу чистить дорог именно те, которые идут на социальные объекты. Это больницы, школы, а потом уже все остальные. Школьные маршруты. Школьные маршруты, да. Так что в Овожском районе готовы даже к невероятно снежной зиме. Запас техники и сил есть. Елена Галимулина, Роман Вагинов, Юрий Дроздов, телеканал Майудмуртия.